Ну а в этом чуть позже, прямо сейчас все-таки вернемся к нашему гостю, к нашей беседе. В течение месяца почти что в нашей программе шел проект под названием «Подвенец». Мы отобрали пять партиях, которые не постеснялись и стали участниками нашего проекта. У нас определились три финалиста, один победитель. И вот по какому случаю. Уже завтра состоится двугожданное открытие нового дворца бракосочетания. Ну и, конечно, первый вопрос, который хотелось бы задать вам, как появилась идея в таком историческом здании 19 века создать зал семейных торжеств? Ну, мне кажется, что наш город сегодня претендует на то, чтобы быть одним из лучших городов. И не только по российским масштабам, но все-таки мы ставим и более глобальные задачи. И я уверен, что ее можно решить только при одном условии. Когда мы духовно и семейно богаты, в хорошем смысле этого слова. И вот образ семьи Кузнецовых являлся как раз историей и свидетельством того, как люди эффективно работали и как они развивали свой город. И я подумал, посмотрев, что это и исторический памятник, и его состояние, а с другой стороны, потребность горожан в новом месте, где могли бы формироваться и появляться новые ячейки семейные, создать вот этот очаг. И думаю, вот эти два желания возразить и сохранить память о семье Кузнецовых, и дать молодежи почувствовать вот этот дух и создать то, чтобы потом служило основой для развития нашего города, и легло в основу вот этого проекта. Еще очень важно, что этот дом находится в центре Красноярска, в его исторической части, совсем близко от того места, где в свое время высадились казаки, и откуда началось его развитие. Поэтому я думаю, развитие и становление новой семьи, тех, кто будет строить Красноярск, а мы понимаем, что можно делать его только в гармонии, с душой, в любви, к себе, к детям, к окружающим, и стало, может быть, той отправной точкой, почему было принято это решение. Да, но еще стоит, наверное, сказать, что тот дворец бракосочетания, который находится на Дубровинске, он подразгрузится, правда же? И та удобная парковка, которая... Я хотел бы, чтобы он не подразгрузился, потому что сегодня, к счастью, статистика показывает, что количество заключаемых браков из года в год увеличивается. Поэтому работы хватит и старому, скажем так, дворцов бракосочетания, и новому. Сегодня пятница, день свадьбы, кстати, как мне привычно. Не секрет, что этот объект культурного наследия ранее был конторой копца Кузнецова, но возникает, своего рода, вопрос, а не родственник ли он вам? Ну, как сказать, так вот, если взять древо, то, наверное, в прямых родственных не могу сказать, но мы Кузнецовы, очевидно, где-то, когда-то, далеко, эти... Может быть. Да, может быть, да. Ну вот я совсем недавно узнал, что самая, оказывается, популярная фамилия в России, это Кузнецов. Ну вот я... Ни Иванов, ни Петров, ни Сидоров, а Кузнецов. Ну я не знал, я как раз думал, что Иванов и Петров. Вот вы тоже так думали. Ну хорошо, что в Красноярске, как минимум, Кузнецов сегодня. Да, именно так. Меня это радует. Но и накладывает большую ответственность. Это тоже. Участникам нашего проекта приходилось не только выкупать, приготовить какую-то вкусную еду для своих любимых. В общем, я предлагаю сейчас посмотреть небольшую короткую нарезку того, что происходило в течение нашего проекта и с какими заданиями пары сталкивались. Это полученный экстремальный пляж. Не подведи. Вот мы... Саид. Третий вариант. Саид. Прямо мой первый вариант. Саид. Часто делаете яичницу назад? Это модно? Да практически всегда. Серьезно? Нет. Я же учитель, поэтому обед яичница, как вы сказали, завтрак яичница, ужин яичница, а все остальное время родительские собрания, походы с детьми и так далее. Детский завтрак. Совершенно нерационально использованная сосиска. Посмотри. Это все в мусорку, да, сейчас уйдет? В мусорку, да? Я бы на месте вашего, но я не на месте вашего. Хозяйка найдет где. Хозяйка найдет. Раз, два. И баллонки пошли. Так, и тут вот я. Раз. Сюда. Оп. Сюда. Оп. Вниз. Две. Вниз. Вообще без прыжка. Раз, два, хорошо. И резко его хоп за шею так. Раз, два, три, четыре, поднимаемся, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Помни, что идет время. Выбирай какие-нибудь одни. Цифра два. Это неверный ответ. Номер восемь. Номер восемь. Это неверный ответ. Пять. Номер пять. Это верный ответ. Рима единственная, замечательная, красивая, любимая, обожительная, привлекательная, самая лучшая. Обворожительная. Обворожительная. Шестое. Потом. Ну. Обожительная, привлекательная. Седьмое. Ну вот такая прямо. Прямо, ну, любимая. 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 Здесь есть не только ваши фотографии, но и фотография ваших конкурентов Татьяны и Вячеслава. Смотрите, вот это ее кофточка. Это не ее, это ее кофточка. Это, наверное, так. Это точно не, это не вы. Просто в кучу все цветы, да? А именно те самые красивые, возможно, которые она любит. Девушки все цветы любят. Не важно, какие. Если дарит любимая, то не важно. Пусть они знают, что. Сегодня я на двух еду, чтобы мастерить с тобой. Так. Все. Этого, я думаю, будет достаточно. Забирайте микрофон и берите к своей любимой. Как только вы за минутой бежите, я нажму стоп. Так, 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 стоп. Молодец. Стоп. Три секунды, три минуты и двадцать четыре секунды. Время идет с Юмалима. Так. Есть момент. Стоп. Три минуты и пятьдесят две секунды. Давайте мы поздравим Полину и Валерию аплодисментами. Похлопаем. Днем, кто находится в студии. Да. Эта пара у нас победитель. Спасибо большое. Пожалуйста, большое, именно так. Лев Владимирович, следили вы за проектом, может быть, за какую-то определенную пару болели? Вдруг? Я следил, могу сказать, не детально, но для меня очень было приятно следующее, что разновозрастные пары участвовали, при этом и из Красноярска, и из окрестностей. И очень важно, что люди не стеснялись показать свои эмоции, показать свои отношения, показать свои сильные стороны, но и где-то, может быть, и показать там, где они еще пока нуждаются в совершенстве. И это самое приятное. То есть проект дал. И познавательное, очень мне приятно было, составляющее про историю семьи, потому что действительно история семьи Кузнецовых очень богата, обширна, и для города было сделано немало. И часовня, и, соответственно, гимназия, да, и приют женский, и Сурихова поддержка и его становление, и много других проектов, которые были связаны как с экономическим освоением территории, но и самое главное, что эти люди, осваивая, вкладывали в территорию. И это сегодня очень познавательно для тех крупных финансово-промышленных групп, которые у нас работают, иногда еще в этом стесняются, отстают. Это да. И вот это очень важная наша задача, именно демонстрировать через это, как нужно любить свою землю, и как она благодатна к тем, кто именно использует не только недра, но и вкладывает в людей, которые живут здесь, и благодаря которым в конечном итоге и формируется вот эта среда социальная, и появляются такие прекрасные города, как наш город Красноярск. Это точно. Кстати, мне кажется, некоторые пара все-таки сейчас, слушая наше интервью, пожалели, что не стали участниками проекта. Но у вас была такая возможность. Ну, я думаю, что... Все были равны. Главное, чтобы они понимали, что семья – это самая лучшая форма выражения и, скажем так, своих отношений. У меня тоже же была история, когда я вот долго, так скажем, шел к своей супруге. Я за нее боролся, у меня второй с ней брак, и я очень счастлив для того, что вот наша в конечном итоге любовь завершилась тем, что мы оформили наше взаимоотношение, она стала моей женой и родила мне пятерых детей. В отличие от, конечно, семьи Кузнецова, где там Петра Ивановича, было девять детей, мне еще есть к чему стремиться, да. Но вот очень важно, что вот семейные ценности, да, являются доминантой как раз успеха развития личности, которая в конечном итоге, успех семьи конвертируется в успех города и вот в то, что семьи могут сделать. Слушайте, ну раз мы уже заговорили на личную тему, да, а вам приходилось участвовать в выкупе своей жены? Ну это традиция, но могу сказать, что большого какого-то такого, да, оброка не надо было делать, это, конечно, всегда разные есть предсвадебные традиции, но для меня, как для тогда еще начинающего бизнесмена, скажем так, это было по силам. А где проходила ваша регистрация? Регистрация проходила в районном ЗАГСе, да, и она была яркой, но там у нас были определенные свои там семейные обстоятельства, поэтому она для меня очень так сильно знаменательна во всех компонентах. Ну вот вы сказали, и пять детей, и любимая супруга, может быть тогда поделитесь секретами семейного счастья? Секрет семейного счастья, мне кажется, простые. Это первая любовь, вторая искренность, и третья, я считаю, особенно мужчинам, уметь уступать женщинам. Не важно, прав ты или не прав. И поверьте, когда ты в самом начале не доказываешь свою правоту, свою в чем-то там красноречие, а просто подходишь и говоришь, дорогая, я тебя люблю, и это самое важное. И мне кажется, после этого женское сердце всегда растает, она готова будет согласиться даже с тем, может быть, что изначально не принимала. И всегда следовать и помогать такому мужчине, и быть, находить в этом, быть хранителем за щега, и давать нам возможность быть амбициозными, успешными, и в конечном итоге быть всем нам счастливыми. Ну и последний вопрос. Кто все-таки глава семьи, мужчина или женщина? Я думаю, что сегодня это два равных человека, потому что в семье это совместное дело, это всю жизнь вы строите. И здесь успех может быть только тогда, когда, конечно, используются сильные стороны каждого. И оба работают в хорошем смысле на результат. А результатом является, вот у Виктора Саев хорошо сказано, это дети, которые не только наша радость, наше счастье, но это зеркало наше. Вот мы посмотрим на наших детей и в конечном итоге видим, какие мы. Они показывают и впитывают все, что лучше, но как губка впитывает и все, что у нас несовершенно. Поэтому чаще смотрите на своих детей, и если вы хотите действительно видеть себя, то ребенок вам позволяет это сделать максимально объективно, потому что он никогда не будь ни под что подстраиваться, а он будет говорить вам правду. А правда сегодня является основой и нужна нашему обществу. Потому что только когда мы искренне и правдивы, мы способны сделать то и увидеть то, в чем мы плохи, но с другой стороны, да, и не себя посыпать пеплом голову, когда мы лучше. Поэтому... Есть к чему стремиться. Кстати... Вы женат? Нет. Так вот, вы правильно сказали. Есть к чему стремиться. Я вам желаю, чтобы как раз вы были одним из тех, кто, ну, скажу так, в ближайшее время придет в этот новый дворец бракосочетаний, дом семьи, да, и там формализует свои отношения. Будем, будем. Приглашаю всех красноярцев, двери открываются, поэтому чем будет нас больше, счастливых, семейных, и чем будет больше в целом красноярцев, я уверен, тем ярче будет развитие края. Ну, давайте поднимаем демографию в конце концов. Правда, Жел? К счастью, у нас демография поднимается. Ну, и еще больше. Статистика, да. Завтра мы поставим точку нашего проекта. Завтра, 18-го числа, открывается дворец семейных торжеств. Это событие вы не пропустите, насколько я знаю. Я буду. Будете присутствовать. Ну, сначала мы должны с вами посадить деревья будем. А, именно так, да. Да, ну, конечно же, это всегда. Потом дворец, а потом это сыновьями заниматься. Да, потом правильно. Ну, вот, и вся дорожная карта понятна. Сделаем маленький субботник завтра. Сегодня у нас в гостях был губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов. Большой субботник. Да, Большой субботник. Да, это не маленький. Завтра Большой субботник. Там не одно дерево, мне кажется, посадим, а несколько. Наша программа прямо сейчас продолжается. Слово коллегам Саша и Василий. Вот Саша у нас жена. Да, Саша у нас успел под венец сходить. Покажи, покажи. А Василий? Еще нет пока. А Василий у нас все-таки идея. Есть к чему стремиться. Завтра субботник начинаете тоже. Хорошо. У Вас же нет завтра программы? Нет, нет, мы придем. Я могу сказать, Вы счастливы, потому что на самом деле красноярцы, которые не понимают, как прекрасно наш город в 5.30, когда поют птицы, когда нет пробы, когда все просыпается. Поэтому молодцы. И желаю Вам на этом не останавливаться, но все-таки приходите завтра на субботник. Да, лучшее время садить деревья в 5.30. Спасибо всем. Провожаем нашу программу, ребят. До свидания. Эфир нашей программы продолжится гороскопом. Мастер-флом готов поделиться прогнозом на сегодняшний день.